Блин, он из списков собранный. На стяжках виси, все хорошо. Там рамы уже нет, она вся гнилая. Хе, поддон дырявый. Уже все, уже не пойдет. Завтра может быть две машины. Мне не надо завтра, мне завтра надо, чтобы она уже на работе была. Это вот мы привезли подарков, чуть не усрался. Мы смотрим, чтобы нигде царапин не было, а тут оно все навалом лежит. Это ржавое, какой-то он такой, чуть-чуть видавший виды. Изоленты немеренно. Он кастрированный, поснимали половину. Да, тут дофига снято. Для проходимости, конечно, это хорошо, что он заплакированный. Да, только как на нем ездить по городу. Ну да. Друзья, всем привет. Огромное спасибо, что помогаете украинской армии. Для кого-то война закончилась, потому что все уже в мирном населении, им люди не хотят много денег донатить. Я всех понимаю. Но тех, кто понимает, что у нас все-таки в стране война, и нашим военным надо помогать, потому что государство просто банально не справляется. А все, кто пишут там слова, обратитесь к Зеленскому и ко всем остальным, ребята, вот просто транзитом проходим мимо канала. А вообще мы сейчас едем забрать 4 автомобиля минимум, возможно, это будет 5. Новое утро у нас начинается с новой истории, и хочу показать, что это был полный бак бензина. То есть, если обратить внимание, автомобиль мы загнали вот так, чтобы максимально можно было залить, трусили, 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 и вот плавает бензин. Даже немножко пролили. На асфальт ушла где-то чашка кофе, скажем так. Ну, обидно, но пипец. Я не знаю, как на нас будут смотреть на пункте перехода, потому что вот здесь у нас привязана канистр на 600 литров. То, что это не в салоне, это уже хорошо. Надо сделать легкое пояснение вот этого всего кипиша происходящего, чего здесь творится. Так вот, творится следующее. Мы берем три мальчика и точно одну девочку. Для чего мы берем одну девочку? Потому что у нас уже есть один выкупленный автомобиль, ну как, под предоплатой. Для нас его посмотрел наш друг Витатас, который живет в Вильнюсе. Предварительно на прошлой неделе за него дали предоплату. И мы понимаем, что это не полный жмур. То есть, нам надо будет осмотреть более детально. Вот для этого у нас такое количество людей. Сейчас 6 часов 44 минуты. В это время мост уже стоит московский. Вот мы едем по московскому мосту, и в это время он уже стоит. Сережа у нас трохи охеревший, не может понять, что случилось. Это нереально. Час пик, блин. Да, час пик, а я расскажу, в чем дело. А я сейчас вам покажу. Дело в топливном кризисе. Люди сейчас дома сидят. Заехали мы уже в Ровенскую область. И люди на нас очень сильно обращают внимание. Я вот думаю, что это они на нас так смотрят? А теперь я понимаю, вышли чуваки, кофе пьют, печеньку жуют. Канистр тут куча привязана. Цыгане, наверное. Пацаны говорят, иди сюда, мы тебе сейчас что-то покажем. Показываю. Такая штука здесь живет. Но еще пока не спускают. Так это не один, есть еще один. Еще один живет в переднем левом колесе. То есть у нас на 4 колеса в автомобиле есть 2 гвоздя. Которые живут, которые пока не спускают. Но домкратно мне уже подарили. Ковель, заправка в канистре. Запрещено наливать топливо. Поэтому я стою на шухере и хочу посмотреть, действительно ли пойдет топливо в бак. Ну, в смысле сразу же. Не будет ли воздуха. Потому что ситуация, не заправляем в канистре, меня чуть напрягает. Дождь это хороший знак. Блин, надо дождь уже прекратиться. Уже неинтересно, что такое было. Ах, дождь, дождь. Но уже все, дождь уже закончился. По легковому, по зеленому коридору. Впереди сквозняк. Ну как сквозняк. Стоит одна машина. Но это все равно, что машин нет. Всю Польшу мы пролетели транзитом и сразу же прилетели в Вильнюс. Вот такой дождь идет. Где-то поливается. Пусть поливает. Мы сейчас будем заправляться. Короче, чувствую себя бомжом. Потому что копаюсь в мусорнике. Сипон, борода. Короче, смысл в чем? Смысл в емкости. Реально, мусорник. И в этом мусорнике есть канистры. А нам как раз нужны канистры. Ну, имеется в виду. Потрошим мусорники на заправках. Добываем канистры. Ну, а что делать? В Украине их нет. А химию сюда заливать можно. Поэтому поедут они с соляркой. Аж бегом эти канистры. На ура! Для нас подготовлено два автомобиля. Я ему звоню перед выходом. Дружище, мы едем звонить. Да, приезжай. Мы уже едем по Польше. Да, да, все нормально. Приезжай. Мы уже едем по Литве. Да, конечно, приезжай. И мы приехали. Мы смотрим, чтобы нигде царапин не было. А тут оно все навалом лежит. Мусор. То, на что мы ехали, его не то, чтобы не починили. Его даже на СТО не пригнали. Мы ехали на Педжеро вагон, который должен быть 2006 года. Нам показывали фотографии. Нам говорили, что поменяют всего лишь один датчик. По факту никто нифига не поменял. И эта машина даже не приехала на СТО. Ну и кто он после этого? Ну, чтобы не сказать козел, то просто бизнесмен такой с маленькой буквы, который решил по-быстрому срубить денег. Других слов у меня нет. То есть человек, который понимает, что мы едем, мы ответственные, мы подготовились, а он забил болт с левой резьбой на наши просьбы. Ну, вот такие вот люди встречаются на нашем пути. Куда же без этого? Но у него есть дофигища всяких других автомобилей. Смотрим. Ну, есть спорт с железными бамперами, которые стоят 4, что-то там, 1300 евро за счет того, что у него большие железные бампера. Мы решили покататься на этом автомобиле. Посмотрим, что у него уже есть грязевая резина. У него уже... Короче, машина типа подготовленная, классная для армии. Как раз русню лупить бамперами железными нифига не будет. Все разлетается в разные стороны. В данном случае вот эти вот литовцы, ну, одного зовут Эдвин, второго не помню. Ребята такие, ну, хитрые, быстренько сделать там бизнес на войне, потому что у них дофига всяких автомобилей, ну, они их так. Типа, если машина заводится, едет, то все, она уже классная. Парни, смотрите, вот неделю назад я говорю, мне эта машина интересна. Эдвин говорит, мы ее сделаем. Я звоню вчера, она уже готова, сделана. Звоню... Смотрите, еще один есть, какой же. Но он не приехал. Я думал, получше вам, Адам, что готовы. Ну, хорошо, мы уже приехали. Нам сейчас надо девчонок отправлять в Украину. Ты меня ставишь перед фактом, что эта машина не готова, а второй нет. Вторая может... Завтра может быть две машины. Мне не надо завтра. Мне завтра надо, чтобы она уже на работе была. Нет, 4500. 3500. Да, вот, дорого стоит. Ну, конечно, бампера... Так, блин, сними бампера повесь такие. Мне не нужны железные бампера. За полчаса повесь. Вешайте и 3500, да? Да. Короче, железные бампера нам не нужны. Машина говно. У нее ржавая рама, с нее все течет. Короче, эта машина неинтересна. Хотя я ему говорю, ставь обратно сюда пластиковые бампера, и мы ее заберем за 3,5. И да, и нет, и да, хорошо, приходи завтра. В общем, все, ничего. Но у нас есть еще одна машина. Пошли посмотрим на эту машину. Что у нас здесь? Остатки былой роскоши. Топили его. Да. Ага. Окей. Чуть-чуть подтекает. Я думаю... Очень неплохо. Стой, 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 стой. Давай, наверное, вместе проедем. Сигнал не работает. Спасибо. Если хотите, можете с нами, чтобы вы не думали, что мы убежим. Мигает раздатка, но включая, горит постоянно. Опачки, она задняя шо? Гребет. Ну, я не включила сейчас привод еще. Так, а что он гребет? Он не должен гребеться. Почему? У меня что, блокировка включена сейчас? Машина сейчас на заднем приводе. Так. Блокировка включена? Нет, в смысле, чувствуется? Ну, не чувствуется. Вот сейчас я включил полное. Можно я проеду? Акцентирую внимание сейчас на синим Pajero. Почему на синим? Потому что потом были еще зеленые, черные, красные и все остальное. Так вот, что касательно синего. Этот не у пилок. Он живой. Да. Короче, из этого автомобиля у него целая рама. У него нормальные силовые агрегаты, скажем так. А, все, я теперь понял, что гребет. Это вы только трехи газу даете. Ну, да. Прогребает. Окей. Ладно. Включаем. Полный. Гетрант только не сносите. То эта машина-то может. Вот сейчас вон включены блокировки. Почему? Ладно, еще. Это вообще режим говно. Это режим говно. Едет. Так, хорошо. Окей. Есть вопросы, но они все быстро решаемы. Поэтому эту машину мы забираем с учетом того, что для нас ее держали неделю. Посадили в этот автомобиль Нину. Отправили ее в сторону родной земли. Нину мы сейчас отпускаем. Машина в технический, практически исправном состоянии. Все недостатки я рассказал. Как с ними бороться. Ну, в общем, те недостатки, которые есть в автомобиле, в обычной дороге ее не затронут. То есть они не нужны. А в Киеве мы уже все сделаем, все починим. Для бездорожья. Еще раз акцентирую внимание. Машина классная. За свои деньги очень хороша. 3 350. 3 350 евро обошелся этот Pajero. Торги были 3 700. Сначала первичная цена сторговали на 3 500. И когда приехали сюда, уже дожали его на 3 350. И что? А, ну и все. Вот она едет до темна. Она понимает, что когда темно, надо уже ложиться спать, где-то искать гостиницу. Девочка она обученная. Но сам факт того, что она пошла на старт, в этот же день сразу и забегая наперед, это единственный автомобиль, который доехал вообще без каких-либо проблем. Среди всего того, что есть, тут только одна машина живая. Все остальное тут мертвое. Идем смотреть еще один автомобиль, который у них там спрятан в боксе. Вон вот, смотрите, говорю, это вообще идеал. Турбина новая, масла. Сколько стоит? Этот идеал. Собраться. Так все, соберемся. Около 4. И типа он не работает, да? Нет, он работает. Завтра нахрен готово будет? Нет, соберем, завтра что-то где собрать. С утра начнем дом обеда. Есть еще один Pajero Sport, который был, наверное, белого цвета, стал зеленого. Закрасили всю ржавчину, которая на нем была. Грамотный поступок для войны, но не для гражданского лица. Я вас уверяю, что гражданский человек такое ведро себе точно не купит. Блин, оно все закрашено. А есть? Нет, так это только тут. Та сторона. Она сидит нигде. Можете молотком бить. Ну, она как бы еще до конца не собранная. Она еще там, ну, наверное, заведется. А давай его запустим. Я сейчас пойду в бустер возьму и стартанем, окей? Ну, хоть послушаем, есть смысл ждать его или нет. Сейчас вернусь. Дохлый аккумулятор. Сейчас. А теперь? Я понял, сейчас я приду. Красавчик. Собака со мной сходила туда и обратно. И верный пес ходит рядышком. Прикольно. Животные меня начинают любить. Не только люди. Пробуем. Хорошо. Давай по-другому. Давай вот эту штуку снимем. И накинем вот сюда. Без аккумулятора. Пробуем. Это Сергей Викторович называется эфир. Уже все, уже не пойдет. Надо заряжать. В баке солярка вообще есть? Ну, окей, хорошо, смотрим. Пыльник полуосей кончился. Масло, коленвал, сальник передний. Поддон, поддон дырявый? Да, он стекловолокном зафигаченный. Что ты делаешь? Я думаю, что, что да. От катализатора здесь остались уже практически одни уши. Тихо, тихо. Сейчас насыпется это стекловолокно. А нет, где же рама целая? Уже звук уже глухой. Тут надо зачухать и посмотреть. Надо пескоструем лучше. Не, пескоструем легко вообще. В патруле теперь даже не могли найти пескоструем. Болгарочкой и этим самым ежиком и нормально. Ежиком, а не пескоструем. Не, пескоструем. Да и здесь пескоструем, ты имеешь в виду, что он металл соживет? А тут металл еще нормально. А, ну да, тут, конечно же, и работает резетка, наверное. Работало. Да я же стебусь. Тут еще обмоничек трошки осталось. Ну, он же ж есть кусочек. А здесь, а здесь он уже потерялся. Сейчас мы переставим, вон он там тоже есть. Сайлентблока на коробке тоже нету. Причем совсем его нету. Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что где должен быть сайлентблок. Я с этой стороны смотри. Ну, скажем так, жизнь у него есть, но надо в него бабла вливать, вливать и вливать. А покрасили его, потому что он весь вот такой был. Короче, машина такая, за 4, что-то там, 300 или 4, 400 нам ее сватали на следующий день полностью собрана. Я говорю, нет, дружище, 3,5 за этот взламок я тебе дам, потому что ей надо еще варить раму. Есть плохие, тяжелые, гнилые места. Три с половиной. Ну, объективно, видишь, да? Половины сайлентблоков нету. Рама не везде целая. Я не думаю, что рама плохая. Ну, то есть... Я говорю, что она не идеальная. Ну, да, она не идеальная. То есть мы же, когда перед тем, как поднимались, сказали, рама вообще не к чему прицепиться. Я показываю, мы с нами есть. Плюс он клеенный, дырявый поддон. Ну, в общем, предложение есть. Переночью подумай. Давайте я подумаю. Да, ну, то есть, как бы... Давайте я подумаю. Тот, за которым мы приехали. Ну, я просил тормоза сделать. Реально же даже никто к ним не притрагивался. За сколько его отдашь? Ну, мы же договорились с пацанем. Вы знали про тормоза. Да, я знал про тормоза, но точно так же я просил их сделать. Ты говоришь, хорошо, загоним на станцию, сделаем. Можешь переписку почитать. В машине я больше, чем уверен, чтобы никто за неделю даже не подходил. Я не душу за горло. Я просто объясняю ситуацию, где, ну, вы чуть-чуть поступили не очень ответственно, назовем это так. Поэтому прошу компенсировать стоимость автомобиля. Блин, ну, я и так уже минимум сделал, что мог сделать. Это уже минимально. Этот автомобиль нам предлагали за 4,300 или за 4,400, я уже точно не помню. Мы посмотрели, поюзали, погрызли, он так и не запустился. Короче, мы от него отказались. Я говорю, я готов эту машину забрать за 3,5, потому что над ней надо еще работать, как минимум ей надо варить раму. Есть места, где угроза того, что она разломается. Ее надо усилить. Поэтому 3,5 торговались, торговались, или нет, дружище, сейчас 3,700 готов дать. Он, не, 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 это мало, но через пару дней он звонит, говорит, давай 3,700, или нет, дружочек. Уже 3,5. Твой поезд ушел, машину понакупали. Если хочешь, вакантное место 3,5 вот так вот закрой глаза и заберу вот этого взламка для того, чтобы с ним чего-то дальше делать. Продавался он еще около недели, потом был продан не знаю за сколько, но тем не менее сам факт того, что цену я чувствую правильно, проскользнул. По итогу осмотрено было дофига автомобилей, а взяли мы всего лишь один автомобиль, который вот этот вот синий, Pajero. Идеального плана не получилось. В этом мусорнике мы одну машину отобрали, и то к ней дофига вопросов, но про эти вопросы я еще знал неделю назад. Сказать, что машина мрачная? Нет. Сказать, что она идеальная? Нет. Сказать, что она для тех целей, которая нужна? Да. Вот эта машина для целей военных, она классная. Единственное, что мы еще на нее купим грязевую резину, так, чтобы действительно эта машина пошла по полям, чтобы эта резина не замыливалась. В Украине 4-4 200 стоит одно колесо, вот приблизительно вот так. Ну, имеется в виду 31-32 грязевое. И вот такое колесо мы туда поставим и отдадим. И покрасим ее в пиксель. Эдвин, а именно так зовут парня, который продал автомобиль, он обещал, что он все это починит за неделю. К тому же он обещал, что второй Pajero вагон, который третий, он обещал тоже сделать. Но даже конь не валялся. Вот. Поэтому из-за необязательных литовцев, сейчас направо, мы попадаем, попадаем на минус время, на минус гостиницу. Короче, гостиница, вот вход, и вот-вот, как бы, вот-вот, надо подниматься наверх, а вдруг бы мы были инвалидами, вот, например, свет выключил. Ё, так я тут реально не помещаюсь. Бачком, блин, никуда. Сука, шо за день сегодня цы... Блин, мне рюкзак мешай, нет. Это шляпа, где наш душ? Нема? Нема? Пошли вам. Так, что-то есть. Ну, короче, отстойный номер, но хоть три кровати есть. Сережа будет спать вон там. Нет. Ой, блин, все мокрые кофты надо поснимать. Хух, я прозрел, я увиделся, да будет свет. Так, что у нас здесь? Горшок есть, душ. Есть. Какой-то там аллергенная вонючка такая. На сушить провесить куда? На стульях куда вешать? Больше некуда. Батареи, наверное, не работают. Сейчас мы... Что, двухкомнатная? Внутри нет. А, вот там типа вторая комната? Да. Это коморка Папа Карло? Под крышей. Блин. Ха-ха-ха. Сережа уже лупанулся. О, слушай, я хочу посмотреть, как ты поссишь. Ну, в смысле, горшок-то под это... Ты влезешь хоть в... В райончик? Я только боком, я его выгоню. Ха-ха-ха. Что, смысл? Я не буду показывать, как он писает, но... Смысл в том, что... Вот крыша, и унитаз стоит там. То есть, надо... Для того, чтобы подойти поссать, вот надо вот так вот встать. Я не буду показывать, как он это делает, но... Это пипец. Уютное местечко, красиво, хорошо, аж уезжать не хочется. Ну, уезжать надо. И это, кстати, Вильнюс. Ну, на самом деле, это знак Вильнюса закончился, и сразу за Вильнюсом. Ну, типа черта города считается. Лес, красота. Просто офигительная красота. Тут где-то еще речка есть, мы решили прогуляться и посмотреть, что же тут за речка. Песчаный берег, утки, селезни. Красота. Сейчас посмотрим, насколько чисто и дно. Вот такая, из разряда речка вонючка, но красиво. Чистота, ни бычков, ничего. Убирают молодцы, литовцы. Проснувшись с утра в Вильнюсе, в классном, бодром настроении, мы понимаем, что мы недалеко от Горюная. Горюная – это автобазар, если кто не знает. Так он называется, район, в котором продают автомобили. Там находится автомобильный базар. И мы поехали на скоком посмотреть, а вдруг там чего-то есть. Он чуть-чуть устекается. Чуть-чуть. Он стоит, устал. 4-400. Раньше пацаны смотрели всякую хрень, теперь они смотрят автомобили. И куда они смотрят? Правильно, на Вольво. И что у нас с Вольво? Судя по Лейби, она после 2010 года. 2011-го. 12-750. Нифига не дешевеют эти машины. Пинский грыщ. Но он типа дорогой. Он какой-то там что-то. Так, а что этот? ПДжерик. Что у нас с рамой? Рама живая. Ну, плюс-минус. Заскочили мы на этот авторынок. Горюнай. Пипец, ребят. Тут все дорого. И причем так. Неоправданно дорого. Есть машины в интернете, которые тупо дешевле. Тут интересно видно с тем, что сюда все приезжают. И отсюда дальше уже никто особо не едет. Я предполагаю, что только поэтому такие тупо невменяемые цены. Дорого. Вот эту машину еще сейчас просим, сколько она стоит. Но я думаю, ближе к десятке, судя по всему. Очень интересен вот этот вот хайлюкс. Но этот хайлюкс стоит 5,7. 5,7 за машину, а этот рухи за дофига. Хорошая рама. Рулит фольксвагена. Тойота Хаяйс. Самый лучший представитель среди пикапов. Вот на Хаяйс с трехлитровым мотором это вообще просто вверх того, что нравится джиперам. А то, что нравится джиперам, соответственно, очень нравится военным. Поэтому машина классная, но она трехдверная. Военным трехдверная не подходит, потому что много людей туда не напихаешь, много груза не наложишь. То есть для маневренности машина классная. Разве что поставить сверху пулеметы и фигачить. Но только вперед, в обратную сторону там уже места мало. То есть рельсу с разворотом там не поставишь. Просто банально тупо мало места. Ну и получается один водитель, один пассажир. И можно одного или нескольких человек посадить в кузов. Кузов у нее маленький. Поэтому этот автомобиль для военных большого интереса не представляет. Потому что два места впереди, дофига вещей не положишь. Ну да, проходимое, но на этом все. А смысл же в том, чтобы напихать побольше, насадить побольше и поехать подальше. Вот была бы она четырехдверная, с длинным кузовом. А вот тогда было бы счастье. А так, просто ржавое несчастье. Вот такой трехи ржавенький. Ниссан Европе. Такой он весь, блин, мокрый. Этот мотор. ЕГР заглушенный. Или там такая алюминиевая прокладка стоит. Рама. На стяжках висим. Все хорошо. Накладочка. Да, хрен с ней с той накладкой. Там рамы уже нет. Она вся гнилая. Это трехи кочмарно. Ну, фигня. Под устал. Да и плюс он сильно дорогой. И плюс уже на стертых колесах. Тут от их колес одни уши остались. Ниссан очень дорогой. Классная машина, но дорогая. То есть с нее можно забрать мосты, с нее можно забрать двигатель. Короче, машина переоценена. Все наживаются сейчас на войне. То есть если раньше такая машина стоила полторы, то сейчас в районе пяти. И то, что она ржавая, вот если она заводит, запускается, простите, и едет вперед, это уже по меркам Литвы и других стран надо брать. Ну, а нам не совсем такое подходит. Toyota Land Cruiser был в районе десятки. Кому интересно, вот такой экземпляр в Украине можно купить за те же самые деньги. Поэтому какой смысл ездить на бляхе, когда можно купить нормальную украинскую машину. Да, пусть она там будет с большим пробегом. Да, возможно, будут вопросы. Но она уже имеет украинскую регистрацию. Она уже имеет растаможенную историю. И эта история будет жить после войны, естественно, если машина это доживет. А вот эти вот, которые завозятся, они только могут жить в рамках военной части с черными номерами. Дальше их поставить, растаможить. По крайней мере, при действующем законодательстве точно не получится. Поехали в Янаву за паркопом. Ленд-лиз в действии. Поверните налево. Спасибо. Что-то какая-то странная традиция. Мы как приезжаем в Литву, сразу начинает фигачить такой дождяра. Что в прошлый раз, что в позапрошлый, что сейчас. Хромбой ржавый. То ржавый, какой-то он такой, чуть-чуть видавший виды. Изоленты немерено. Кастрировано. Тут поснимали. Да, тут дофига снято. Для проходимости, конечно, это хорошо, что он заблокировано. Да, только как на нем ездить по городу? Ну да. Тут, блин, ну так себе затейка. Что, трет? Не знаю. Да это что такое? А где фильтр? Мне вот интересно, что это вот щелкает. Тик-тик-тик-тик. Остатки от люстр. Люстры поснимали. Зеркала на него не очень. Сцепление у него посерединке. Не, блин. Двигатель у него как-то не очень правильно работает. Вот очень... Не, не очень. Или очень-не очень. Как правильно сказать, даже не знаю. Хм, тяжело ему. Аж мотор у него нагибается. Заваренный задний дифференциал. Ну, скорее всего, заваренный. Я не вижу здесь кнопок, которые... Ого, тяжело. То есть для говна это, конечно, классно. Это все замечательно. Понижайка. Ну, понижайка работает. Но гребет он, да. Аж, аж, блин, надрывается, бедняжка. Заблокировал. Беда прям. Прям беда. Это же для говна сделали. Ну. Ах, блин, снял куртку. В общем, про автомобиль. Он не сильно уставший. Ну, то есть там есть моменты, с которыми можно мириться. Но, блин, не за 4,5, не за 5, как они за него хотели. Хотя, в принципе, я ехал на машину 5 без торга. Эту машину привезли с Норвегии. То есть предварительно по фотографиям сказали, что все отлично. Мотор работает, все класс, блин, нигде не течет. Вот вообще все идеально. Пока. Да, и сказали, что рама у него не гнилая. Да, рама у него действительно не гнилая. Жизнь у этой машины дальше будет. Но только вот блокировка моста мне непонятно. То есть принудительной блокировки у него нету. А мост заблокирован. То есть, скорее всего, заварен. Может быть, там сделали в Норвегии такое, для того, чтобы по говну ползать. Не знаю. Вот. Плюс нулевой фильтр. Плюс целая куча проводов, которые остались от фонарей. Куча снятой музыки. Ну, снятое это такое дело. Плюс он шпаклеванный, перешпаклеванный. Ну, короче. За 4,5 точно нет. Вот 3,5 было бы холостой выстрел еще один. Что-то у нас сегодня с холостыми. Вернее, не сегодня, а в эту поездку как-то сильно дофига. Но ничего. Мы не теряем время недаром. Катаемся дальше. Так что, пацаны, будут вам машины, но только что-то непонятно, где их искать теперь. Извечный вопрос. Как мы находим более-менее живые автомобили? Друзья, все очень просто. Есть такой сервис Carvertical, который в странах Балтии работает просто перфекто. Можно посмотреть, какой пробег. Можно посмотреть. Ну, такие машины не были в такси, но если смотреть с гражданской историей, то можно посмотреть, был ли в такси. Еще дофига чего можно посмотреть. И, естественно, все варианты, которые мы видим, мы пробиваем в сервисе Carvertical. Кстати, с промокодом 1Авто будет скидка в 20%. Это не совсем реклама, это жест доброволей для парней, потому что они помогают нам, и я решил несколько слов сказать о них. Так вот, когда мы видим полную историю про разные автомобили, естественно, дофигища автомобиля отсекается и остается лучшее. Точно так же мы нашли автомобиль в Каунасе, красный Pajero, который, естественно, мы едем смотреть. Приезжаем смотреть автомобиль. Все классно, дружище, поехали. Я не могу. Простой вопрос, почему? Говорит, а я в тюрьме. В смысле, в тюрьме. Я сейчас на исправительных работах. Рассказываю историю. Парня когда-то взяли за пьянку и посадили в тюрьму. То есть его споймали пьяным за рулем, посадили в тюрьму, и он год сидит в тюрьме. А для того, чтобы он с ума не сошел, с понедельника по пятницу он работает, получает зарплату, живет в тюрьме, кормят, поят и на выходные отправляют его домой. Так вот, в момент, когда мы приехали, он как раз находился в этом исправительно-трудовом лагере, копал траншеи и продавал автомобиль. Интересно, может, уставок не сломается. Где? Ага. Кроки-шпаклевочки на нем. Так аж... Ой, блин, вонючечки такие стоят. Но такой здесь запашок, конечно, блин. Как будто бы мясо возили. Какого он года? 25 год. Это у него еще насос механический или уже электрический? Какого он года? Ой, моя ты бубочка. Точно? Проходится зимой и летом с полобородка. Да, механический. Хорошо. И вот приезжаем в Каунас, смотрим на автомобиль. Машина плюс-минус хорошая, нормальная. Ценник у нее 4,5, пробег у нее родной. Он у него, этот автомобиль, уже последние 6 лет. Он второй хозяин. Машина хорошая, с виду, по крайней мере, подключились, почитали, вопросов нет. С виду все классно. Да, у нее там есть легкий косячок, что-то упало ей на крышу, и там есть легкий слой шпаклевки, но шпаклевка на крыше в автомобиле, нас это вообще не жарит. Покрышки тут уже, этих покрышек, почти не осталось. Они уже... Они по говну не поедут. То, что нам надо, им надо покупать. Рама живая. Ну, плюс-минус. Короче, из минус-то у этой машины у нее шпаклеванная вот эта сторона, но нам как бы потус, что она шпаклеванная. И сверху что-то на нее падало, придавливало. Но рама и мотор у этой машины просто классные. Ну вот, я чуть отошел, за Сережу спрятался, чтобы эмоцию не показывать, но пока вот эта лучшая рама, которую мы видели, не знаю, за последние недели две. Мы на ней покатались в разных режимах, дали под хвост, то есть сделали нормальный тест-драйв. Автомобиль, он только что наваливал, но имеется в виду, делал большие обороты к двигателю, и мотор не дымит вообще. Вот эта машина классная. Хрен с ней, что у нее шпаклевка на крыше. По Бобику, что у нее сбоку шпаклевка. Вот такую машину, если вот так закрыть глаза, ее даже можно гражданским рекомендовать. Умеется закрыть глаза на то, что у нее на крыше шпаклевка. Для военных это вообще подарок судьбы. Надо брать, надо торговаться. Он хочет за нее дофига, у нас есть мало. Короче, торговались, торговались. Я ему там доставал уже помятые купюры, чтобы добить до четырех тысяч из карманов. Четыре больше нет, окей, отдаем за четыре. Вот эта вот пустая площадка, вот это то, что осталось от авторынка в Каунасе. Снесли забор, поубирали все ларечки. Нифига нету, ничего не осталось. Непонятно как, почему, куда делся базар. Возможно, куда-то перенесли вот сюда, за старую регитру, возможно, еще куда-то. Но еще на прошлой неделе мы заезжали, тут еще было безвич машин, сейчас машин нет. То есть тут продавались машины еще неделю назад. Это Каунас. То есть мы сюда заехали, и как, где нафиг, почему? Это мы сюда просто заехали взять договор купли-продажи. Покупаем автомобиль. Вот красненький Паджеро стоит. Вот так вот мы купили автомобиль у уголовника. Короче, была только что ситуация. Заглючила сигнализация, и не машина, типа, запускается двигатель, но ехать она не может. То есть сразу идет ошибка по коробке передач, и сигналка блокирует движение. Я в Украине звоню на машину, и дальше манипуляцией, комбинацией движений, пин-кодов, я снимал ее с сигналки. Сейчас машина в роуминге. И получается, что дозвониться я на нее не могу. И я слегка офигел. То есть с телефона подключиться я не могу. Меток машина не видит. Передвигаться она не может. Я позвонил парням, которые устанавливали, объяснил ситуацию. Друзья, я сейчас нахожусь в Литве, я в роуминге, поэтому они сразу же бросили все дела. За полчаса сняли все коды, поснимали полностью, нахер все отключили. Подозрение на то, что у нее глючит блок блютуза, потому что метка блютузная, и телефон по блютузу тоже не подключается. Сейчас машину, сигналку поставили в аварийном режиме, и все ее нафиг отключили. Поэтому сейчас мы едем без сигнализации. И минус 40 минут жизни, и трохи на изжоге в чужой стране под проливным дождем. Ну так себе затейка. Короче, было не очень весело, потому что нас на другом конце Каунаса уже ждет Александра, для того, чтобы передать ей машину. Чтобы было понятно, она сувалок, сувалки это город в Польше, пока заглючила сигнализация, пока мы разбирались с этой херней, она приехала в Каунас и стоит нас ждет под дождем. Поэтому неудобно. Где неудобно, это, наверное, не то слово. Я даже не знаю, какое слово применить. Это... Привет, начальника. У меня все хорошо. Я в 15 километрах от Люблина. Люблин проеду и буду где-то там близко границы смотреть ночлег. Машину оставили девочке Саше, а потом дорога у нас в Поневежесе. И я думаю, что в Поневежесе мы сегодня и заночуем. Гостиницу надо искать в Поневежесе. Сейчас рассказываю, что случилось. Собираю я рюкзак и распотрошил я его полностью. И руку вниз только фигак. А здесь патроны. И я в Литве. То есть я с этими патронами. Так это уже второй раз уже катаюсь. Я рюкзак... Я два раза границу проходил с патронами. То есть получается с Украины в Польша, Германия, Чехия. Обратно Украина. Потом выехал с Украины, Польша, Литва. И вот сейчас я полностью разобрал свой рюкзак, а там патроны. Я херен где-то выкинуть. Или я думаю... Ни раду не трахну ты за трехдневной поездки. Вечно какая-то херня. То нож забыл, но еще что-то. Ну это как бы смеховечки. Но это реальный залет. Я, честно говоря, аж вспотел. Если подвести итоги трехдневной поездки. За три дня мы накружили два автомобиля. Но если по-честному, день у нас был пути. Одна девочка уехала на одном Паджеро. Он был синий. Вторая девочка поехала на красном Паджеро. Тоже в сторону родной земли. Кстати, с красным было очень интересно. Но это уже немножко потом. Ну а мы готовимся на следующие дни. Нам надо еще купить три автомобиля. Наш же осталось трое. Три водителя. Соответственно, нужно купить три машины. Там были и Паджеро, и Ниссан. И, короче, все самое интересное будет в следующей серии. Не забываем посмотреть. И да, ребят, очень важный момент. Вот те, кто хочет действительно помогать ЗСУ, все реквизиты внизу. Вся сумма, которую вы донатите, мы за них покупаем автомобиль. Это вот мы привезли подарков. Вот так вот возим подарки. Так что все используется по назначению. Автомобиль работает. Всем привет. Всем спасибо. Сегодня будем передавать приветы. Все ссылочки внизу. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok